Господа, я все понял. Вы хотите носить костюм, который лежит в глубине вашего шкафа и не приносит никакой пользы, кроме того, что собирает пыль последние несколько лет. Или вы хотите носить блейзер и пытаетесь понять, с чем эту вещь можно сочетать. Или, например, вы любите джинсы и не хотите их менять на что-то еще, но не знаете, как сочетать джинсы с чем-то более нарядным. Сочетать пиджак с джинсами не так уж и сложно. Просто нужно освоить пять правил. Нужно подобрать правильный тип пиджака, джинсов, рубашки, обуви и убедиться, что все это вы наденете в нужное место и в нужное время. Обратите внимание на точку в центре, где сходятся все эти пять кругов. Именно там вам и нужно оказаться. Давайте начнем с правильного пиджака. Три самых распространенных типов пиджаков, которые вы можете найти, это пиджаки от костюмов, спортивные пиджаки и блейзеры. Они незначительно отличаются друг от друга, но в общем и целом, пиджак от костюма сочетается с брюками из того же материала, что и сам пиджак. Это встречается сплошь и рядом, и если у вас всего один костюм, который вы носите довольно часто, не носите пиджак от него, с джинсами. Ведь конкретный пиджак пошит под конкретные брюки. Возможно, стоит подыскать себе спортивный пиджак или блейзер, они более универсальны, или даже пойти в комиссионные магазины подобрать недорогой костюм, а потом сочетать этот пиджак с джинсами. Говоря о спортивном пиджаке как следует из названия, около ста лет назад эти пиджаки, в отличие от костюмных пиджаков, стали самостоятельным предметом одежды, который носили на занятия спортом. Как правило, спортивные пиджаки не идут в комплекте с брюками, когда вы их покупаете. Они бывают самых разных цветов и моделей. По сравнению с костюмами, вы можете найти спортивные пиджаки более ярких цветов и смелых узоров, от гусиной лапки до всех видов клетки и твида. Пиджаки-блейзеры представляют собой нечто среднее между костюмным пиджаком и спортивным. Они отличаются немного более формальным стилем, чем большинство блейзеров, потому что они идут в однотонных цветах, если это только не регатто-блейзер. По большей части их изготавливают из синего материала. Большинство пиджаков – это одежда формального стиля, из-за этого их сложно носить с джинсами, которые являются повседневной одеждой. Но 80-90% спортивных пиджаков можно приспособить для того, чтобы носить их с джинсами. И то же самое с блейзерами, хотя они выглядят немного наряднее. Так что нужно постараться найти подходящие джинсы, с которыми блейзеры будут сочетаться. Или, если вы хотите превосходить моду, вы тоже можете носить такие комбинации. В общем и целом, костюмный пиджак гораздо сложнее носить с джинсами, нежели спортивный пиджак или блейзер, которые бывают гораздо более ярких расцветок. Поэтому спорт, пиджак или блейзер – лучшие кандидаты для сочетания с джинсами. Черные и угольные цвета очень формальны, и обычно они не сочетаются с парой повседневных джинсов. Однако в определенных случаях, если ваши джинсы из черного денима и с темного денима, вы можете попытаться сочетать их с такими пиджаками. И давайте рассмотрим то, что объединяет джинсы и пиджаки, а именно правильную рубашку. Самое простое решение здесь – это белая рубашка на пуговицах. Я понимаю, если вы молодой парень, у вас своя технокомпания, может быть, вы выбираете полностью темную футболку с V-образным вырезом, а к ней джинсы с пиджаком. Вы можете попробовать такое сочетать, но перед этим вам нужно убедиться, что футболка вам подходит. То есть нужно убедиться, что футболка хорошего качества и хорошо сидит конкретно на вашем типе фигуры. Лично я, если мы рассматриваем многослойную одежду, а именно это мы получаем в случае сочетания рубашки с пиджаком, выбираю что-то удобное. Я всегда выберу рубашку из материала, стретч, глубокого цвета, которая не потеряется на фоне пиджака. Поэтому пола – это именно то, что мне нужно. Проблема большинства футболок пола, как многие из вас ребята знают, это то, что у них слабые воротники. Такие воротники мнутся и теряют форму после первой стирки и просто провисают под пиджаком. Давайте поговорим о джинсах, которые вы хотите носить с пиджаком. Подавляющее большинство джинсов – это повседневная одежда. Если вы хотите носить джинсы с пиджаком, нужно, чтобы эти джинсы выглядели наряднее, чем просто джинсы. Джинсы в любом случае – это неформальная одежда, но есть более нарядные, а есть менее. Более нарядные не могут быть потертыми, и они представлены в более темных тонах. Если говорить про деним с эффектом потертости, про светлый деним, про классический синий деним, то да, есть определенные случаи, когда вы можете их надеть. Например, если вы рок-звезда, если вы уверены в себе, если вы владелец компании и вам нравится ваш внешний вид – тогда да, дерзайте. А вот подавляющему большинству парней я бы порекомендовал носить темные джинсы. Да, вы можете надеть черные джинсы. Знаете, есть такие цвета – угольно-серые, другие цвета – очень темные. Такие джинсы лучше всего сочетаются со спортивными пиджаками, блейзерами и костюмными пиджаками. И мне нравится, когда джинсовая ткань поплотнее. Так что ищите необработанные джинсы модели цвета индиго. Такие комбинации хорошо выглядят со стороны. Выбирайте деним и в сочетании с темным спортпиджаком, или же более ярким спортпиджаком, вы получите хороший образ. Поговорим о посадке. Лично я выбираю джинсы прямого кроя, джинсы сужающиеся к низу и джинсы узкого кроя. Не стоит выбирать джинсы скини и слишком свободные джинсы. Я не советую выбирать слишком свободные джинсы. Будьте осторожны с такими моделями, особенно если вы сочетаете их с пиджаком, который сидит по фигуре. Я лично не выбираю джинсы в облипку, но если у вас есть пиджак по фигуре, джинсы должны тоже сидеть по фигуре. Джинсы должны примерно совпадать по типу посадки. Так что если у вас облегающие джинсы и свободный пиджак, такой образ выглядит невыигрышно. Так что выбирайте пиджаки, подходящие вам по размеру. Если вам нравятся более свободные пиджаки, тогда джинсы должны быть прямого кроя. В целом, как правило, не следует носить джинсы на 7-10 сантиметров длиннее, чем нужно. Даже если вы собираетесь закатывать штанины джинсов, все равно не перебарщивайте с длиной. Если же вы собираетесь носить джинсы с высокими ботинками и спортивным пиджаком, то джинсы могут быть немного длиннее. Если вы собираетесь носить джинсы с классическими туфлями, то помните, что джинсы должны быть подшиты. Ведь если с туфлями будут слишком длинные джинсы, то образ будет, прямо скажем, не очень. И это плавно подводит нас к обсуждению обуви. Я снял несколько видео о том, как носить джинсы с классическими туфлями. Я дам на них ссылку в описании под сегодняшним видео. Если интересно, посмотрите потом. Классические туфли с джинсами из правильного денима могут отлично выглядеть, если джинсы более облегающие, например, сужающиеся к низу. Укороченные джинсы не подходят. Мне кажется, это очевидно, но многие парни пытаются носить классическую обувь с джинсами Клэш. Джинсы Клэш смоделированы для того, чтобы носить их с ботинками, поэтому в нижней части они расширяются. Если говорить о типах туфель, то лично мне нравятся более повседневные модели. Лоферы, слипаные и тому подобное подходят к джинсам. Не стоит сочетать джинсы с Оксфордами или Балморалами. Они больше подходят для костюма. Обувь цельного кроя в данной ситуации не подходит. Лучше выбрать что-то с орнаментом, например, броги. По-моему, броги отличный вариант, особенно в темно-коричневом цвете. Но, если честно, это мое личное предпочтение. Я люблю носить ботинки с джинсами и спортивным пиджаком. По-моему, это очень естественное сочетание, особенно если ботинки блестящие. Может быть, какие-то модели брогов. Может быть, вы выберете что-то в духе Челси. Я считаю, что такие ботинки в сочетании с джинсами собирают весь образ воедино. При этом ботинки не должны быть слишком повседневными, потому что обувь сильно влияет на концепции образа. Поэтому никаких походных ботинок или армейской обуви. Вам следует отдавать предпочтение классическим ботинкам. Может быть, моделям на шнуровке есть много вариантов. Вот отличная комбинация. И если ботинки можно отполировать, позаботьтесь, чтобы она хорошо выглядела. А теперь поговорим вот о чем. Когда вы надеваете пиджак от костюма с джинсами или спортивный пиджак с джинсами, блейзер с джинсами, поймите, ваш образ – это как цепочка из звеньев. Все рассыплется, если одно звено будет слабым. К сожалению, джинсы никогда не станут формальной одеждой. По крайней мере, на моем веку. Вообще, вы должны хорошо осознать один факт. Если ситуация требует костюма, то если вы наденете пиджак с джинсами, то это не одно и то же. Это не костюм. Костюм представляет собой пиджак и брюки, пошитые из одного и того же материала. И когда большинство людей упоминают костюм, они не говорят о джинсах. Они говорят о цельном костюме, где пиджак и брюки созданы из шерсти. Таким образом джинсовая ткань будет всегда снижать уровень формальности. При всем при том, если на вашем мероприятии уместно выглядеть более расслабленно и повседневно, тогда отлично. Если на мероприятии все одеты во что-то повседневное, например, в рубашке на пуговицах. Кто-то надел свитер, кто-то в лонгсливе. Вы можете надеть спортивный пиджак, рубашку пола, джинсы и отличные ботинки. Мне очень нравится такое сочетание. Такой образ подходит во многих ситуациях, но не во всех, помните это. Не нарушайте дресс-код, особенно если кто-то затевает вечеринку, ожидая, что все придут, принарядившись. Опять же, если вы на Юге Америки, может более повседневный стиль и подойдет. Тут тонкая грань, надо все предусмотреть. Пишите в комментариях под видео, что думаете. И давайте пробежимся по типам тканей, которые можно носить с темно-синьми джинсами. Я говорю сейчас про джинсы из денима, и тканей на самом деле очень много. Возьмем, например, твит, зеленый или коричневый, Харис твит, если знакомы с такой тканью. И это небольшая часть тканей хорошего качества. Шаркскин больше для костюма подходит, но текстура не ярко выраженная и есть различные цвета этой ткани. Сирсакер тоже легко найти. Гусиная лапка. Фланель представлена во многих смелых тонах и паттернах, но чаще всего в оттенках серого. Я думаю, все это сочетается с денимом. Вельвет. Семирядный или одиннадцатирядный. Вельвет довольно повседневная ткань, ее производят из хлопка. Далее верблюжья шерсть. Птичий глаз. Уиндоу пейн. Есть пиджаки из матраса, яркого цвета. Легкая ткань, отлично подходит для лета. Елочка. Издалека, особенно если ткань неконтрастная, она будет казаться однотонной без узора, но если подойти поближе, вы заметите узор. У елочки контрастного цвета очень заметный узор. Есть пиджаки из льна, ткани фреско, фланели из тканей хопсек. Эта ткань издалека кажется однотонной, но если подойти поближе, вы увидите переплетение нитей. Это очень дышащий материал. Он идеально подходит для лета. И еще, если вы захотите не надевать рубашку с блейзерами, джинсами и пойти без рубашки вовсе. Нет, я не хочу запрещать вам это делать. Но я хочу сказать, можно надеть поло или свитер. Свитер отличный вариант. Он всегда подводит баланс повседневного образа. Я понимаю, не все хотят носить рубашку с воротником и свитер. Но мне просто нравится это сочетание, особенно если вы надеваете цветную рубашку со свитером, своеобразным вырезом и красивым спортивным пиджаком и джинсами. Для этого времени года в самый раз. Что ж, господа, какое видео мне порекомендовать для вас? Как насчет ошибок в стиле, которых следует избегать, если вы не хотите выглядеть старше? Нет, ничего плохого в том, чтобы выглядеть более зрелым человеком, но вы же не хотите выглядеть на 54, если вам 24, верно? Всем хочется выглядеть хорошо, если вам 54, вам совсем не хочется выглядеть на 94. Так что в этом видео я рассказываю о том, как избежать ошибок в стиле, чтобы не выглядеть старше, чем нужно. Посмотрите это видео, оно того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok